здравствуйте друзья сегодня я дома у нас опять ветер на улице и хочу вам показать то что я обещала но наверное видео будет такое специфическое я хочу показать те старые фотографии которые я нашла на флешке мужа там есть в общем его старый дом и потом то бангало в котором мы с ним жили ну в общем то что я смогла найти то что может быть вам будет интересно давайте посмотрим вот эта фотография это мой муж в молодости я с нее начала вам свой обзорчик я ее могу поменьше сделать вот такая она вот еще одна фотография это из того же времени я так понимаю и это мать рентона я к сожалению даже не знаю как ее зовут и вообще вот понимаете я нашла эти все фотографии старые как я говорила интересно конечно посмотреть но очень жаль то что ни одна фотография толком не подписана picture number one picture number two и так дальше поэтому очень жаль так бы мы с вами хотя бы могли определить какие-то годы но я так понимаю что это где-то 50 55 вот так вот и дальше вот это тот же самый год видите вот это вот мой муж а вот это его первая жена вот он и я аккуратненько здесь держит за спину видите сейчас попробую увеличить немножко вам тоже интересно вы знаете интересно смотреть что вот у мужчину всех цветы видите вот у них у всех цветы у женщин цветы букет и на коленях судя потому что у мужчин цвет цветок в петлице скорее всего это свадьба вот похоже что свадьба как раз вот рентона и его первой жены обратите внимание как интересно у них шляпы в руках у мужчин да это же перчатки и шляпы в руке фотография это же все наверное делалось специально а вот вот у этого посмотрите шляпа вообще на на животе лежит так смешно и опять перчатки и вот эта шляпа она как будто как будто она у него висит на веревочке где-то ну ладно что рентон тут вроде сбоку видно что он ее держит а здесь то вообще смешно но эти вот они все с цветами красавчики ой ну старые конечно интересно смотреть вот туфли посмотрите у женщин я рассматривала много и долго интересно очень даже в чем-то по моему они похожи и на наших вот этих пятидесятых даже может быть сороковых готов фотографии да даже не знаю галстуки вот это все шляпки у женщин ведь никогда же женщины из высшего общества без шляпок никуда не выходили до прически так и вот еще сейчас поближе еще вам покажу вот эта фотография есть отдельно сейчас покажу с если смогу поближе вам ее я что хочу показать именно ее жен и его жену посмотрите ну конечно вам тут трудно будет определить те кто меня знают давно мои подруги они наверняка определят рентон мне сказал что я почему сразу в тебя влюбился и на тебя обратил внимание что ты была похожа на мою первую жену а моя первая жена это моя любовь у него с этой женой конечно не сложилось отношения но они родили двух детей и это жена осталась его любовью на всю жизнь так вот обратите внимание может быть даже и сейчас это видно что она похожа на меня или как сказать я похожа на нее да скорее вот если еще больше увеличить уже будет плохо не видно не резко вот так и действительно какое-то сходство я вижу вторая фотография тоже весьма интересное и это свадьба рентона и его вторая жена вот это он видно вам я показываю стрелочкой да вот это его вторая жена лу ее зовут странным образом так и вот это вот сын стив сын рентона он здесь еще молоденький он который погиб я вам говорила и вот это его знаменитая дочка джудит которая она старшая которая вот квартирку которая дом забрала и продала вот это вот самое джудито сзади вот это это ее муж уже она уже была замужем это ее первый муж потом покажу если хотите и вот это в белом красивая женщина это сестра моего мужа рентона вот больше к сожалению я здесь никого не знаю сейчас поближе вам тоже покажу интересно но сразу хочу предупредить что фотография не резкая к сожалению все что я смогла найти ну вот обратите внимание поближе да здесь уже вот это лу его жена она не свадебном платье хотя и там по моему не в свадебном до довольный рентон вот здесь аренда ну как раз 55 лет столько же сколько было мне когда я выходила за него замуж вот то есть это а жена его 2 она была его старше по моему где-то на 8 лет ну вот я показывала вам вот это значит жених с невестой это дочка старшая рентона вот муж сзади это сестра моего мужа высоченная похоже на него и это сын моего мужа стив вот который к сожалению погиб сразу почти после женитьба это в тот же день на свадьбе как вы видите по одежде да вот это мой муж а это его вторая жена лу худенькая такая типичная англичанка у нее было очень плохое зрение вот если видно вам очки у нее по моему плюс 5 или плюс 7 что-то из линзы очень толстый я ее там даже без очков никогда не видела но еще интересно что она прям так позирует она везде вот так вот стоит ножки составила просто супер то есть здесь ей получается 60 сколько 63 года вот так а ему 55 я правильно говорю да а это уже они рентоны лу его вторая жена это они уже в домашней обстановке вот так ну не знаю интересно не интересно он про же они прожили очень долго больше 20 лет они прожили вместе и я рассказывала уже но могу повторить так как уже показываю фотографии если интересно кто-то смотрит то вот заодно и рассказываю что лу никогда не была замужем до этого у нее вот первый муж рентон в 50 60 лет она вышла замуж если я не ошибаюсь я конечно по его рассказам вот этим вот таким невнятным он не очень любил об этом распространяться много не поэтому как-то я то что смогла вот как-то ухватить запомнить то и вам рассказываю может быть где-то даже и ошибаюсь так вот эта женщина лу у нее не было никогда детей и она жила с матерью долго она работала очень на хорошем на хорошем месте маркс эспенсер вот эти вот супермаркет она работала старшим менеджером по моему потом вообще директором какого-то магазина по моему в бирмингеме даже не знаю я точно но у нее была карьера очень хорошая она проработала там долго и как я говорила у нее была пенсия больше двух тысяч фунтов в месяц это огромная пенсия помимо этого вот так как они с матерью жили и мать умерла естественно уже своей смертью и ей остался дом от матери то есть она была невеста с приданным и богатая арендан так как он развелся с первой женой он ушел от них вот клуб вот этой он оставил ей и детям все что было у них до этого дом оставил машину сыну оставил свой бизнес то есть он все все оставил и он ушел ну как это у нас говорится в примаки да то есть он ушел в примаки к этой женщине лу вот это я нашла фотографии дома большого в котором жили рентон и лу почти всю свою сознательную жизнь тоже очень интересный интерьер некоторые фотографии которые здесь есть сейчас вам покажу вот видите какие здесь потолки такие вот старинные балки даже такой камин старинная мебель вот этот такой старый старый интерьер это обеденная зона тот же дом которым они жили посмотрите тоже интересно и вот видите лесенка на второй этаж у них там была такая как бы мансарда второй этаж сейчас вам тоже покажу вот такая большущая комната на втором этаже сейчас приближу и покажу все по порядку вот видите огромный дом очень часто тоже у них это используется мансарды но какие шахматы красивые из оникса используются мансарды пода жилую зону вот окошко здесь видите на крыше вот с другой стороны вид этой мансарды жилой ну еще с другой с другого ракурса тот же вид мансарды а вот этот дом снаружи вот так смотрится и вот нашла некоторые фотографии сада за этим домом как раз который я показала вам это сад который сам сделал рентон вот видите прудик здесь вот так вот но может быть фотографии не очень такие как сказать удачные но все что есть то есть вот мы когда-то с кем-то перей писали там отзывы что написали что да это все делают у них специально приглашенные так вот нет все это делал мой муж сам этот весь видите тут как для это как горка альпийская горка здесь вода вот здесь вот такой мостик у там внизу опять вода ручей видите но вот я говорю фотографии конечно не очень хорошо но вот может быть здесь получше видно вот идет здесь прудик лилии водяные здесь перемычка туда наверх тропиночка газончики кругом и дальше наверх туда на олимпийскую горку идет эта вода то есть очень красивая так понимаю но вот опять почему-то все он только этот край фотографировал со всех сторон видите и зимой и летом и с цветами и без цветов это вот его жена лук как раз которая не прожили очень долго вот она уже это тут в преклонном возрасте видите почти наверное за несколько лет до смерти вот как я уже говорила она была боссе она командовала ну наверное почему она командовала потому что у нее были все деньги и она чувствовала себя хозяйкой положения арендом у нее был на побегушках это свадьба его дочки джудит вот они такие красавчики это ее нынешний муж так вот я вам говорю показываю только то что я смогла фотографии было очень много но то что я смогу смогла распознать кого я знаю вот вам показываю это тоже фотография на свадьбу с цветочками видите но почему-то странным образом жених как бы до свадебные а вот невеста совершенно в обычном наряде а это свадьба его сына стива и его жена лис фелисити которая сейчас с тремя детьми и со вторым мужем который намного ее моложе вот они были на моей свадьбе я показывала вам ее такая она тоже попала в наследство и ее муж мой тоже там по моему сколько-то он ей выделил денег в общем он никого не забыл только меня забыл вот стив к сожалению погиб странным образом так не наш вот это тоже стив дома уже сын моего мужа повторяю так и не нашли кто что случилось свидетелей его гибели он был найден на дне обрыва через несколько дней после того как пропал странно он погиб никто не знает что и как стал и оставил слава богу трех детей но он погиб ему было чуть больше 30 вот это дом джудит двухэтажный огромный посмотрите это они живут в натингеме мы были у них много раз дом огромный 5 спален наверху внизу огромная территория диннин ром ситин ром китчен очень много подсобных помещений вот это у них три машины видите ну хотя автомобили конечно не ахти какие но ничего они здесь жили она с мужем и трое детей а потом дети постепенно разбежались замуж по выходили и вот этот дом огромный у них все еще есть но видите мало было нужно было еще захватить и рента на дом так вот это единственная фотография тоже старая когда я у них была там мебель была уже все другое единственное почему я поняла что это именно квартира джу дом джудит потому что вот этот камин старый здесь он так и был потому что здесь видите огромная деревянная такая балка вот она и камин сделан тоже на века поэтому мебель они поменяли а вот камин так и остался и как видите у всех ковролин на полу вот это в англии тоже очень популярная история и посмотрите шторы вот такие цветные у нас как-то даже по моему в больших комнатах в залах в такие цветные шторы никто не повесит а вот в англии это сплошь и рядом они любят такие цветные шторы ну и вот я нашла некоторые фотографии это уже дом в котором мы жили с рентоном это вот бангало которое я вам показывала это диннин рум вот такая комнатка на видите опять же старинные здесь посуда английская вот этот старинный шкаф стол все у него было старинным стул старинный все было мебель очень старая вот такая кухня это уже я здесь готовила на этой кухне это плита и вот шкаф духовая горелка микроволновка вот этот шкаф духовой очень удобный потому что не надо подползать он высоко расположен но это сейчас вы все знаете а вот здесь вот был холодильник а наверху морозильная камера огромная кухня была большая вот это с другой стороны кухня видите и вот это вот дверь и utility room огромная была вот она utility room здесь вот плохо видно но здесь умывальник раковина здесь сушильная и моечная машина я имею ввиду стиральную машину стиральная машина и сушка и вот здесь у него с тоже было много шкафов которых он там хранил свои все видео вот а это будуар вот такой вот это мне тоже достался все старинное все такое именно вот посмотрите серебряный здесь набор английский серебро чистое расчески 2 и зеркальца старые лампы это вот такой вот будуар женский женская спальня которую мне радостно риндон преподнес ну как бы меня вот он когда привез сюда поселил так это большая комната sitting room с одной стороны вот так выглядит тоже вид с другого так это входная дверь такая вот красивая и маленькая прихожая здесь с телефоном с красивым цветком вот этот цветок у меня вырос большущий а это спальня мужа так уже более все строго мужское но опять же вот эти шторки видите цветные посмотрите какие интересные абажуры видно вам абажуры темно наверное не знаю вот так и садик вот такой здесь стоял у него маленький сарайчик для для всякой садовой ерунды и вот такой вот садик а а это дверь на куб пандус был такой потому что постелен был специально потом но он был постелен еще теми людьми которые здесь жили и он так его и оставил этот пандус вот еще нашла фотографию посмотрите то вот этой женщине празднуют девяносто пятилетие для нас вообще конечно это истории такие которые невозможно даже представить они еще ходят посмотрите как они прекрасно одеты вот эту женщину я не знаю как зовут именинница зато тушит свечи на тортики а чаепитие у них тут а это вот мама маргарет по моему маргарет да которая мне подарила дерево али вы помните вам рассказывала на свадьбу и ей 96 лет вот этой женщине 95 и 96 вот такие долгожители друзья и при том что они видите всегда собираются и всегда отмечают не просто так все эти свои юбилеи 95 лет с ума сойти они празднуют еще и в ресторанах этого дома они празднуют у кого-то а так то еще и в ресторанах вот посмотрите это уже у джона видите happy 90 джон 90-летие нашего тоже знакомого хорошего друга рентона джона который был учителем и который умер по-моему в 97 или 96 ему было вот очень хороший мужчина бесподобный я его знала вот такой вот день рождения мы праздновали ему было 90 лет в ресторане ну вот это уже тоже я фотографировала меня к сожалению здесь нет это мы были в гостях во франции у сестры рентона вот она я вам ее показывала на его второй свадьбе вот она сестра его это ее муж француз это не знаю кто а это вот муж мой рентон вот мы у них приезжали в карказоне отдыхали тоже очень приветливые хорошие люди надеюсь вам понравилось друзья а на этом все на сегодня всего вам доброго пока пока